Какой краской лучше покрасить дом? К примеру, планкен, имитация бруса, блокхаус. Это все относится к отделочным панелям. Если вы поделите фасады на три типа, то заказчику, который спрашивает, с какой краской лучше покрасить фасад, встречный вопрос. Какой у вас фасад? И если, например, это бревно, то здесь бы мы порекоменовали масло. Почему? Потому что бревно имеет большую остаточную влажность, которая в процессе эксплуатации из него выходит. Если бревно будет покрыто пленочным покрытием, будет это лазурь или укрывистая схема покраски, то остаточная влажность, выходя из бревна, будет разрушать покрытие, скапливаясь под ним. Масло же это беспленочное покрытие. Оно впитывается в древесину и в процессе эксплуатации на бревне влага спокойно через него выходит, чем не разрушает его. Минусы у этого покрытия есть, как и плюсы. Минус это то, что оно не такое красивое, как лазурь, не так ровно ложится. То есть, скорее всего, при покрытии маслом будут видны пятна, особенно если это будет сосна. Поэтому ее лучше грунтовать, так мы этого избежим. То же самое относится и к брусу. Есть отдельный такой элемент, как клеенный брус. Здесь уже подходит и другой вид покраски. То есть, можно использовать лазури, можно использовать лаки, можно использовать укрывистую схему покраски. Так как клеенный брус делается из досок, которые прошли предварительно сушку в сушильных камерах, такой остаточной влажности в нем нет. И схемы покраски подходят разные. Но все же, так как изделие все-таки большое, имеет свойство трескаться, имеет свойство все-таки набирать влагу со временем и впоследствии ее отдавать, то я бы тоже рекомендовал бы все-таки фасады искренного бруса красить маслом. Ну, здесь на вкус, на цвет. Есть третий вид, это отделка. Это значит, опять же, как я говорил, имитация бруса планкен. Здесь большой полет для фантазии. На самом деле, здесь подходит как масло, так и водные лаки, лазури, любые укрывистые схемы покраски. Здесь выбор большой, большая также цветовая гамма.